Друзья, приветствую! Владимир из Екатеринбурга прислал посылку с образцами масла Total Quartz 9000 Energy HKS G310 530. О, блин, выговорил. Так, описание. Это Kia Rio Hatchback 3. Так, здесь описание по мотору, наверное, ошибочное, потому что D4 FC, я думаю G4 FC. Так, значит, картинки всякие красивые, техническое описание, лабораторный анализ, ну и такое. Ну, естественно, две баночки. Это у нас свежая, это отработка. Сейчас протру, если где-то протекло. Да, вот отработка немножко протекла, протру, подпишу и приступим. Такое масло я проверял, но это было давно уже достаточно на старой прошивке, поэтому придется создавать по-новый эталон. Так, заложил я пару капель свежего. Вот такая спектрограмма. Есть небольшой эстеровый горбик. Давайте посмотрим. Так, эстеры есть примерно до 15. Это, я думаю, до трех процентов, не более трех процентов, я так оцениваю. Так, далее выбираю это масло. Сейчас подкорректируем, посмотрим, что такой уровень эстеров должен уже повлиять на показатели. Ну и смотрите, что получается на показатели щелочного кислотного. Так, на противоизносных присадок 124. Такой неплохой уровень, скажем так. Гликоль вывожу в нуле, сажу в нуле, чтобы точка отсчета была. И кислотная 2,02 на мере прибор, но учитывая вот такой повышенный уровень эстеров, хотя вот по-разному они себя ведут. Я все-таки немножко понижу. Так, 1,9. А щелочной вообще не буду трогать. 9,8. В лабораторных там, по-моему, 9,5 что ли намеренно было. Так, все, эталон создан, сохранен и можно приступать к проверке отработки. Как я уже говорил, Kia Rio 1,6 G4 FC, 123 силы, катализатора нет. Евро 2 пошито. 165, 166 почти тысяч километров пробег. Около 8 на масле. Средняя скорость 21 километра в час. Долито 300-400 миллилитров масла и топливо газпромовское. Много по моточасам. И посмотрите, 31 процент по противоизноске. Немного гликоля. Ну, в принципе, такую погрешность 1,10. Так, нитрование. Посмотрите, какое высокое. 51 при, грубо говоря, при уровне тревоги. 35, по-моему. Так, окисление. Сажи нет. Удивительно. Значит, достаточно серьезно. В два раза наросло кислотное. И посмотрите, как прибило щелочное. Единица воды. 970. Ну, вода это понятно. Низкая средняя скорость. Но вот показатели такие. Значит, нитрование наверняка прибило щелочное. Кислотное понятно. В принципе, пробега очень немало на на данном масле. Значит, давайте посмотрим, может быть, что произошло с вязкостью. Может быть, она нам о чем-то скажет. Так, и она нам скажет таки. Смотрите, масло имеет загущение. Я оценил его в 19 процентов от максимального уровня. Достаточно серьезное загущение, я бы сказал. Это говорит о том, первый, значит, признак загущения – это повышенная температура в камере сгорания. Да, не забывайте отметить видео, подписаться, нажимайте колокольчик, кто не хочет пропустить новые видео. Вот, сейчас покажу вам оценку ресурса и потом постараюсь предположения свои высказать. Так, смотрите, значит, по нитрованию масло приехало. 250 млч, 5300 километров. Моющие нейтрализующие свойства повыше, практически 280 часов, но однозначно нитрование прибило и моющие нейтрализующие свойства. Я думаю, что здесь все-таки, если бы не такой сильный уровень, то масло бы за 300 часов однозначно бы показало. Ну и с вязкостью, вроде как и большой ресурс по вязкости, да, но тем не менее видно, что масло загущается, неправильно работает именно в тепловом режиме. Так, а сейчас свои предположения выскажу. Может, что-то поправит. У нас комментируют достаточно много грамотных технических и подкованных специалистов. Поправьте, если что. Значит, при превышении температуры в камере сгорания. Это может быть бедная смесь. Недостаточно топлива, чтобы охлаждать камеру сгорания эффективно. Забедненная. Ну, как следствие, может быть из-за того, что форсунки загажены. Я бы посмотрел форсунки почистить, может снять, может быть что-то поменять, как-то на каком-то стенде их продуть, там какой раз пыл. И еще один вариант. Подскажите, пожалуйста, по этому мотору, есть ли у него масло форсунки охлаждающие. Возможно, и этот вариант тоже какой-то там что-то подкоксовалось и нет эффективного охлаждения снизу поршня. Вот я вот слышал, что у некоторых корейцев есть, а у кого-то нет. Но я не специалист, не специалист-моторист, поэтому вот в этом еще направлении бы посмотрел. Ну, я считаю, что так. И нитрованник, я уже говорил, да, очень часто связано повышенное окисление с повышенной температурой. Здесь конкретно, я думаю, этот случай. Ну, первое, конечно, самое главное, это форсунки. Есть некоторый масложор, можно проверить еще клапан вентиляции картерных газов. Вот. Ну и, если это не форсунки, то, может быть, форсунки масляные. Но это уже, конечно, средних, как минимум, ремонт. Это надо в мотор залезать. Ну, скорее всего, форсунки. Вот. На 120 тысячах катализатор удалялся. Почему он был забит или что там с ним было не так? Такой вопрос. Да. Ну, видно, что мотору что-то не нравится и как бы он немного сопротивляется. Даже, в частности, по масложору можно судить. Вот такой получился тест. Благодарю Владимира за предоставленные образцы, за поддержку канала. Все, кто посмотрел данные видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.